В районе часа ночи, наверное, супруг спал. Мы услышали треск, муж говорит, снег падает с крыши. Я говорю, нет, не падает снег. Я выглянула в окно, снег обычно видно, а там уже пошла штукатурка сыплась между обшивкой, где сайдинг. Ну и все. Мы вышли на улицу, а уже все заваливалось туда. По чуть-чуть, по чуть-чуть рушилось. В одну ночь четыре семьи осталось без жилья. Как оказалось, этому зданию 103 года. В момент обрушения в четырехквартирном доме находилось две семьи. Всего четыре взрослых и три ребенка. Еще две семьи отсутствовали. Одна семья за несколько часов до этого уехала к родственникам, другая ночевала в капитальной постройке во дворе. Комиссия с администрацией уже здесь работает с ночи. Здесь был старый дом, изначально которым были сделаны пристрои. В этом старом домовладении стропильные системы очень прогнили, и от снеговой нагрузки произошло их разрушение. Он не был признан аварийным. Стена состоит из двух кладок кирпичей. Одна из них ночью рухнула, увлекая за собой недавно обновленный фасад здания из металлосайдинга. Прекрасно видно, как и вторая кладка кирпичей накренилась под тяжестью крыши. И рухнуть может в любой момент. Находиться в здании небезопасно. Мы дождемся экспертов, которые дадут заключение, зачем гадать. Я думаю, может быть, если и возможно восстановление, то полностью, практически заново отстраивать. По моим прикидкам, только, наверное, полмиллиона надо, чтобы отремонтировать вот это все. У меня даже столько денег нет, если честно. Тут нас много, и у нас есть и пенсионеры, и у нас есть многодетные. По словам проживающих, это семейный родовой дом, в котором изначально жили братья. Сейчас каждый обзавелся семьей. По словам Эмиля, крышу от снега они не чистили, но и признаков обвала стены не было. Дома вообще, этот район должен был сноситься еще, знаете, когда 25 лет люди ждут уже это место. Этот любой дом, сейчас зайдите, все люди же ждали, ждали, больно и не ремонтировалось. Это так, как вот этот снос шел. Площадь повреждения составила 15 квадратных метров. Предполагается, что поврежденные конструкции дома разберут. Семьям уже предложили жилье из городского маневренного фонда. Валерия Шарова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ.